Министерство национальной экономики разработало проект концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы. Цель концепции – это создание условий для повышения качества жизни сельского населения и его благосостояния через раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий, улучшение социальной и инженерной инфраструктуры и качество оказываемых ими услуг экологической безопасности жизни населения. Проблемными вопросами села являются нехватка объектов культуры, потребность в капитальном ремонте зданий, социально важных объектов, неукомплектованность материально-технической базы. Несмотря на реализацию мер по благоустройству сельских населенных пунктов, по-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с качеством питьевой воды и водоснабжением. Проблемы сельских территорий и их развитие, я думаю, необходимо решать комплексно. Следует увеличивать количество рабочих мест, больше возводить социально значимых объектов. Своим указом глава государства опозначил 2023-2027 годы годами развития сельских территорий. И это очень отрадно. Кроме того, планируется решить вопросы обеспеченности необходимыми условиями для качества жизни жителей сельских территорий. В том числе подача бесперебойного электроснабжения, хорошее состояние внутрипоселковых дорог, услуги образования и здравоохранения, доступный высокоскоростной интернет и так далее. В нашем регионе происходят положительные изменения издвиги. Хочу отметить, что были подняты вопросы на сельях областного масляхата, которые находили свое решение. Мы видим, что открываются новые школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, фельдшерские и акушерские пункты. Но есть и некоторые нюансы. К примеру, детей отправляют учиться в городские школы, так как качество образования там выше, чем в селах. А в сельской местности не хватает специалистов. Сейчас мы делаем все, чтобы завлекать их. Социально-политические реформы в Казахстане идут на благо страны. При этом большие надежды возлагаются на народных избранников. В нашей стране прошли референдум, парламентские и президентские выборы. Недавно было сформировано правительство. Это показывает преобразования, которые происходят в Казахстане. Надеемся, что они оправдают доверие народа. Справедливое государство, единая нация, благополучное общество. Это нынешний вектор развития Казахстана. В стране ведется большая работа. Формируются новые направления социальной политики. От властей народ ждет решений насущных проблем.